На этих кадрах Оксану Макар снова везут в операционную. Девушка по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ночью Оксана на несколько секунд произошла остановка дыхания. На время понизилась и частота сердечных сокращений. Сегодня утром в институте неотложной восстановительной хирургии прошел консилиум. В нем принял участие и швейцарский хирург. Специалист одобрил действия донецких врачей. Наши все действия полностью одобрил, даже восхищен результатами. И у него оптимизма больше, чем у нас. Ему легче, он посмотрел и уехал. В операционную сделаем ревизию ран. И в зависимости от того, что мы увидим, будут определены наши действия. Врачам удалось привести операцию. Оксане удалили часть омертвевших тканей и закрыли раны искусственной кожи. Хирургическое вмешательство завершилось благополучно, констатируют медики. Тем временем, мама Оксаны не теряет надежды на спасение. Женщина уверена, что дочь поправится. Поражены легкие. Сделали вчера съемок. Жить будет. Я в это верю с первой секунды. И так и будет. И мне обратного никто не докажет. Просто будет жить. Через все муки, через все страдания она пройдет, но она будет жить. Помощь и поддержку Оксана получает не только от врачей и матери, но и неравнодушных дончан. Они сдают для жертв зверского изнасилования кровь. Это можно сделать на областной станции переливания крови. Помочь девушке таким способом сегодня пожелали шестеро. К сбору подключились и станции переливания со всей Донецкой области. К часу дня запасы необходимой четвертой группы поступили из Макеевки, Горловки и Старобешево. Учитывая то, что Оксана редкая группа крови, поэтому мы привлекли ресурсы городских станций переливания крови области и отделений переливания крови области. Поступление уже идет начиная с сегодняшнего дня. Ожидаем и завтра поступление именно этой группы крови для лечения Оксаны. В субботу и воскресенье областная станция переливания передала для Оксаны около литра крови. Здесь уверены, что сегодняшнее количество доноров только начало. Желающих сдать кровь для Оксаны надеются увидеть и завтра. Это можно будет сделать с половины восьмого утра до часу дня. При себе нужно иметь паспорт. Стать донорами смогут только совершеннолетние. Группа крови для сдачи значения не имеет, заявляют врачи.